Добрый вечер! Меня зовут Сибам, я из Малайзии. Я по жизни посетил многие страны мира. У меня есть своя фирма в Малайзии, на которой работают люди различных национальностей из Африки, Пакистана, Бангладеша, Таиланда и других стран. Я очень рад, что вы предоставили мне возможность задать вопрос, за что вам большое спасибо. Я распространяю мир в течение 18 лет. Но что вызвало мое разочарование сегодня, когда вы говорили про ислам? Не хватает того, чтобы просто говорить. Необходимо, чтобы показать делом и поступками. Верно? Существует много вещей, которые не решаются мирным путем. Ты должен понять, что язык мира исходит от любви. Верно? Я очень зол. Но в чем заключается твой вопрос? Мой вопрос здесь самый ясный. Ты не имеешь права отрицать, когда кто-то совершает благое деяние, хорошие поступки. К примеру, я делаю все возможное для моих сотрудников со всего мира. И я считаю их своей семьей. И после того, как умру, мне не помогут мои благие дела. И я не войду в рай? Брат мой, брат мой, какой же вопрос у тебя? Брат мой, это время, отведенное для вопросов и ответов. Да. Но какой у тебя вопрос? Мы предоставили тебе возможность. Мой вопрос предельно ясный. Ты не имеешь права утверждать, что любой человек, если даже он следует другим религиям... Я, например, как индус, уважаю все религии. У меня трое детей. Чтобы вы знали, я никогда не ударил свою жену. Ты говорил, что индусы могут взять несколько жен. Я не стану совершать этого никогда. Никогда и никогда. Если же моя жена умрет, то вместе с ней умру и я. Брат мой, вопрос какой у тебя? Ты сделал какое-то выступление, но это время, отведенное для вопросов и ответов. И ты говоришь про благие деяния и в то же время нарушаешь правила. Да, дай мне ясный ответ. Если я не являюсь мусульманином и совершу много благих деяний, таких как строительство, мечети или церкви и другого благого, ты утверждаешь, что я нахожусь не на правильном пути и не войду в рай? Так, брат задает такой вопрос. К примеру, если не мусульманин совершает какие-либо благие дела, будет ли это достаточным для него, чтобы он вошел в рай? Брат, я ранее отвечал на этот вопрос. К примеру, когда ты идешь на экзамен. Вот когда я готовился к экзаменам 10 класса, там было 6 предметов, которых мы должны были сдавать. Там были математика, английский язык, индийский язык, история, география. И я должен был сдать все эти экзамены. Если бы я сдал все 5 экзаменов на 100 баллов, а по одному предмету я получу только 10 баллов из 100, пройду ли я испытание? Конечно, это будет провалом. Точно так же условием для того, чтобы человек вошел в рай является иман, благие деяния, призыв к благому, призыв к проявлению терпения. Может быть так, что человек является благочестивым, совершает благие дела и так далее. Но если он не обладает верой и не верит в единого Господа и не поклоняется ему, он потерпит урон при допросе Господа. Поэтому, чтобы ты успешно прошел испытание дня суда, тебе необходимость дать все 4 стандарта. Это вера во Всевышнего единого Господа и отказаться от поклонения идолам. Не принимается вера в искаженного Господа. Второе – это совершение благих деяний. Третье – это призыв к благому, к истине. Четвертое – завещать людям проявлять терпение. Поэтому, если ты не уверуешь в единого и истинного Господа, не будешь поклоняться Ему одному и будешь предавать Ему сотоварища, что бы ты после этого не совершал в этом мире, ты, естественно, не пройдешь испытания в загробном мире. Ты потерпишь провал. Надеюсь, что я ответил на твой вопрос.